Женский организм – механизм уникальный, обладающий физиологическими и гормональными особенностями. Следить за ним необходимо на протяжении всей жизни. Так специалисты клиники «Добрый доктор» не только лечат, но и обучают, поддерживают и вдохновляют женщин заботиться о себе. В клинику обращается женское население всех возрастов с самыми разнообразными проблемами. Самые актуальные они как были, так есть на первом месте воспалительные заболевания органов малого таза, на втором месте так называемые гиперпластические процессы органов малого таза, которые могут давать кровотечение либо какие-то проблемы. Но и наш конек все-таки подготовка беременности, проблемы бесплодия различного характера. Например, если человек впервые заболел каким-то воспалительным заболеванием, и его не лечить, через 21 день оно перейдет в хроническое, утверждают медики. Да и самолечением врачи заниматься не рекомендуют. Сейчас уровень медицины поднялся в разы, говорят специалисты, и это позволяет избавить пациентов от многих проблем. Гинекологическое отделение оснащено современным диагностическим и лечебным оборудованием, включает эндовидеохирургический комплекс, современный хирургическим инструментариям, что допускает проведение малоинвазивных, органосохраняющих и тканесберегающих операций. Клиника практикует быструю подготовку к операции, ну и дальнейшую реабилитацию пациентов. Время пребывания пациентки в стационаре тоже сокращается. Кроме того, стационар представлен одноместными трех- и четырехместными палатами, в которых имеется все необходимое для комфортного пребывания. Это вот и есть высокие технологии, что мы с помощью, как бы, да, не разрезом идем, а несколькими проколами брюшную полость, заводим камеру. Кстати, помимо лечения частых гинекологических заболеваний, в клинике набирает обороты эстетическая медицина. В нашей клинике эстетическая восстановительная гинекология представлена таким направлением, как интимная контурная пластика. Это применение препаратов на основе гиалуроновой кислоты, различные плотности, которые позволяют скорректировать форму и объем нарушенных половых органов. Причем пластика может потребоваться не только для красоты, но и исходя из медицинских показателей. Яркий пример – недержание мочи. Проблема не смертельная, но значительно ухудшает качество жизни женщины. По статистике Всемирной организации здравоохранения, женщины в возрасте от 40 до 60 лет имеют данную проблему 45% женщин. И моложе 40 лет, у 10% женщин наблюдаются данные симптомы. Это довольно распространенная проблема после родов. Однако говорить о ней женщины чаще всего стесняются. Но такие проблемы лечить можно, причем как амбулаторно, так и хирургически. Решение принимает доктор после обследования. В целом на женское здоровье влияет много факторов – образ жизни, питание. А некоторые заболевания могут передаваться по наследству. Это миома тела матки – заболевания, передающиеся половым путем, а также вирус папилломы человека, так называемый ВПЧ. Причем ВПЧ участвует в развитии рака шейки матки. В данный момент обсуждается вопрос проводить прививки у девочек до начала пубертата, чтобы предотвратить группу риска вот эту вот рака шейки матки. Кроме того, в Алтайском крае хотят вернуться к нормам советской медицины. Так раньше существовали специальные диспансерные группы наблюдения. А профосмотры девочек начинались с детского сада. В прошлом году на конференции Ирина Владимировна Молчанова собрала акушерок, призвала их все-таки начать смотреть население любого возраста и о проблемах докладывать не только акушерогинекологу, но и участковому терапевту. Тогда мы можем что-то предотвратить, либо предупредить. И если что-то даже есть, рано выявить и помочь женщине быть здоровой. А тем временем болезни имеют свойство молодеть. В связи с тем, что раннее начало половой жизни у девочек, есть ранние половые дебюты, рак шейки матки дебютирует с началом раннего половой жизни. Если раньше раки шейки матки шли в возрастных группах 50+, сейчас мы видим девочек 20+, у кого начальные стадии рака шейки матки. И в 30 лет мы видим рак шейки матки в полном расцвете сил. Впрочем, нужно отдать должное молодому поколению. Следить за здоровьем в тренде. А вот взрослые ходят на обследование с трудом. Но чекапить организм важно. Гинекологами нашей клиники были разработаны специальные чекапы, которые, скажем так, основаны на обследованиях, которые необходимы женщине в каком-то ее возрастном периоде. То есть они гарантируются именно по возрастам. Я считаю, что это очень удобно. Позволяет сэкономить деньги, время и нервы, самое главное. Совет врачей регулярно обследоваться. Ведь вовремя выявленное заболевание – залог успешного лечения. Редактор субтитров А.Семкин